Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Наши поросятки уже подросли, прошло 10 дней с их рождения, ну там 11 сейчас. Видите, как они, по сравнению с тем, как они занимали в прошлый раз место, сейчас выросли. Сейчас будем прокалывать опять железосодержащие, ну покажешь, железосодержащие витамины. Проколоть железосодержащие витамины никогда не повредит. Даже если поросята перенесли болезнь какую-то, это все пойдет им только на пользу. То же самое можно колоть и с свиньям взрослым. В общем, мы сейчас будем колоть поросят. Сейчас будем внутреннюю часть бедра колоть 5 миллилитров, это то есть внутримышечно мы сейчас колем. Закрыть дырку. Ты в руки помочишь. Ну вы видели, 5 миллилитров. Сейчас, секунду. Набираем 5 миллилитров витаминов этих. Поросята у нас взрослые, первый раз мы кололи 3 миллилитра. В принципе, по инструкции можно до 10 миллилитров колоть, ну то есть до 10 кубов. Ну 5 кубов, я думаю, будет на самый раз. Вообще, если честно, на продажу никто второй раз не колет. Но так как мы пацаны... Эти, как их, вот пусти, а тут держи просто. Мы же пацаны серьезные. Ну и как бы стараемся сделать людям приятно, чтобы они купили и пустились. Если будут покупать поросята. Просто просмельчим. Все, да. В принципе, не вызывает никаких особых там отрицательных эмоций у поросят. Когда маленький колешь, этот самый, подкожно. Можно колоть как подкожно, так и внутримышечно. Ну, сейчас ляшки немного выросли. Внутримышечно, мне кажется, даже лучше. Первый раз, когда колли, совсем маленькие были. Там фиг, шоковывался. Некуда колоть был. Чуть ниже, Люх, не знаю. Не думайте, что он орет там от того, что ему сильно больно. Он просто орет, потому что его от мамы забрали. Или еще что-то с ним делать пытаются. Поэтому сильно не расстраивайтесь. В комментах гадости не пишите. Операция важная именно для белых свиней. Иначе... Во-первых, она и иммунитет... Что там, усиливает иммунитет? Да, усиливает иммунитет. Хоть они первых... Вообще-то первых... Там, сука, 7 дней... Они все получают в полном объеме от мамочки. С молоком. То есть, там и молозива вначале идет, потом молоко. А, тут еще такой момент. Главное, чтобы он меня не укусил. Не, фига. А так как... Так как... Он чуть-чуть вырастает. И, соответственно... Уже не получает в полном объеме. Не хватает. Ну, потому что он вес увеличил в три раза. Родился килограмм... Двести, полтора. А сейчас уже почти четыре килограмма есть. Особи. Соответственно, ему уже всего надо помочь немножко. Ого! Смотри, сколько сисек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще какие-то там девятые. 16. 16 поросят может одновременно выкормить. Ну, как бы это, конечно... У них кумашки. Как кумашки? У них кумашки четыре. Не, бородавка. Кстати, если... А, бородавка! Так это не Машкина, это у белой такие. Ой, у рыжих, не у белой. Ну, нас тут много. У нас, смотрите, аж три человека. Они снимают. Я набираю колю, Илюха их носит. А свиноматка нас и до сих пор не съела. Илюха, расслабься, не держи его. Он сейчас откинется вниз и успокоится. Эй, пробуй. В принципе, укол, я так понимаю, пройдет, если сильно глубоко, даже не всодится, ничего страшного, подкожно пойдет. Будет считаться. Нет, внутримышечно. Дозировка, ну, как бы, не... Ну, не зависит. Короче, если мы колем хоть внутримышечно, хоть подкожно, дозировка остается та же. Первый раз это 2-3 миллилитра. Ну, 3 миллилитра. 3 куба. Второй раз. Второй раз 5 куба. Давляшку колоть гораздо удобнее и легче. Стоимость вот этого вот... Тут 100 миллилитров получается. Ну, то есть, на 20 голов хватит проколоть полного этого. Илюха, кстати, у нас там 2 как раз до 2020 года этих самых. Мы их как раз и выколиваем. Чтобы еще хватило. Это мальчик. Можно, в принципе, можно колоть еще и... Еще там какие-нибудь витамины, если так при желании. Ну, первые вот дни жизни этого будет вполне достаточно. В этом железосодержащем есть там и B, и C, и какие хочешь. Так что сильно не это самое. Не упаривайтесь. Последний? Еще один. Еще один? Давай. О! Волючка. Вот это кабан. Ну, давай кабан. Так у него и лапа такая толстая, капец. Ну, кость. Ты самый здоровый. Я, наверное, накивал уже 4,5. Илюха. Да, давай, не мучай его. Что он мучает? Да он орет, боже, как подорван. Да, иди. Все, последний. Давай, давай. Не последний, а крайний. Короче, витамины, они такие. Они особо маслянистые. Легко набираются, легко колются. Тоже такое. Единственное, держите его так крепко, чтобы не вырвался. Ну, давайте, я сейчас покажу всю толпу и все. А ну, Илюха, дай я покажу. Куда? Не-не-не. Не-не-не. Видите, все. Эти... Мелочь сразу полезла маму доить. Ходят недовольные, что-то рассказывают. Кстати, никаких передозировок, противопоказаний в этих железосодержащих витаминах нет. Поэтому смело можно колоть. Можно, в принципе, было бы и маме уколоть. Но мама у нас получает в кормах все, что ей необходимо. Поэтому, ну, будет переизбыток веществ, полезных, витаминов. Это лишнее. Поэтому маму мы не тронем. Мама... Боюсь, что и мама нас тогда тронет, если мы ее начнем колоть. Да не, ну мы бы и укололи, конечно, наверное. За клюв бы, как бы, хватили бы. Но лучше не будем. Все, в принципе, видите, второй раз прокололи железом. И теперь ждем еще 20 дней. И, в принципе, они будут готовы на продажу. Мы начнем... Уже, кстати, Илюха, я начну уже на этой неделе прикорм давать, наверное. Начнем давать им прикорм. Посмотрим, как они будут на него реагировать. Будут ли кушать. Или же им хватает молока. Пока, ну, сначала, конечно, будет слабенька. Потом будет лучше есть. Ну, я думаю, нормально все будет. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комменты. Всего доброго.